Добрый день всем, кто зашел в гости на мой канал. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Сегодня хочу вам показать фиалки. Красивые, некрасивые, проблемные, беспроблемные. Новинка ЕК Рыжий Кот. Очень красивая пестролистная розетка. Пестролистность имеет такой вот кремовый цвет. Крупные такие цветы, они огненно-рыжие. Рыжие-розовые, я бы даже сказала. Быстро портятся. Цветы, как мне сказали, ну, я еще не знаю, так как это у меня новинка. Вот этот быстро испортился, но это самые первые цветочки, которые распустились. Чем не устраивает меня этот сорт? Вот такие вот длинные-длинные цветоносы. Невозможно ни сфотографировать, ничего. Тоже вот ничего не получается у меня с этим сортом. Чтоб он красиво, хорошо цвел. Так, дальше у меня идет Ек Сердце России. Этот сорт тоже у меня уже три года в коллекции. Люблю, обожаю. Но не могу выдавить с него больше, чем три цветоноса. Из этих трех цветоносов всегда два открываются, а третий немножко зависает. Я этот сорт сравниваю с сортом Ле Полина Виардо. Вот, туго думанный. Долго растет и на цветение жадный. Девочки, ну, цветочки, ну, просто... Вот, действительно, Сердце России. Классные. Тут у меня колокольчик. Я, кстати, его пересаживала. Это та розеточка, которую я забирала у своей знакомой. Вот, цветет уже второй раз. Но по сравнению с моей, все равно вот что-то недостает этой фиалочке. Так, дальше я ободрала вот так вот свою литуанику. Кто видел мою литуанику, тот помнит, какая она красивая и пышная была. Ну, вот так вот я ее ободрала. Ободрала, буду переращивать заново. Здесь у меня... Так, это у меня Ват Фаворит. Очень красивый такой вот сорт. Цветочки такие, полуколокольчики, я бы сказала. Они такого насыщенного сиреневого цвета и фантазюшки такие вот красивые, интересные. А рыхлая розетка, вот такая, чтобы она была более симпатичная, фиалка должна повзрослеть. Но цветет этот сорт очень охотно, обильно, долго и красиво. Здесь у меня трейлер мини. Так, пикси блю. Тоже что-то начали портиться листочки. Хотя цветет довольно-таки красиво, симпатично. Не знаю, возможно, переборщила со смокотом. Тоже надо будет смотреть и переращивать. Мерка Аргентина Белецкой. Зацветает уже по третьему разу. Вот такая вот шапочка красивых цветочков. На пестролистной розетке. Тоже уже нужно переукоренять розеточку. Там уже стволик оголился. Ну, думаю, ладно, пусть подцветет, потом переукорен. Такая вот у меня есть красивая фиалочка. Вообще вот обалденная, шикарная. Название сорта. Сейчас я вам покажу. Вот такое вот название сорта. Шаэлин Ностальджи. Самое интересное, что я загуглила несколько раз посмотреть описание сорта. И я вообще не нашла такую фиалку с таким названием. Вот вообще не нашла. Поэтому, скорее всего, мне продали листик. Неправильно подписали, наверное. И это будет потеряшка. Но потеряшка очень красивая. Посмотрите, какой фэнтези. Такой вот штрихами. И есть еще там такие фантазийные. Такие, как немножко штрихи горошинки розоватого цвета. Вот она вся просто переливается. Очень мне нравится. Вот эта зеленая рюша такая классная. В общем-то обалденная. Ну вот жаль, скорее всего, так и останется безымяшкой. Что это за сорт такой? Без понятия. Так, здесь у меня Чанта Спринг цветет. Это тоже трейлер. Такой вот мини. Нравится мне очень. Такой вот интересный. Такие колокольчики, которые не раскрываются до конца. Здесь у меня вата Лиса начинает зацветать. Молодая розетка. Способна на большее. Пока надеюсь, что просто розетка молодая. Так, это у меня вообще классный сорт. Мне он очень нравится. ЛФ Ледяной Дождь. Вот такой вот интересные такие помпончики. Такого сиреневого цвета. И с множеством фэнтези в виде штрихов. Сорт всегда хорошо цветет. Цветоносы всегда вот такие вот длинноватые. Ложатся на розеточку. Но смотрится неплохо. Букетиком таким смотрится. Это молодая розетка с первым цветением. А во втором цветении более так шикарно. Эти помпончики на розеточке разложены. Вот такие вот сорта. Так, здесь вот синичка будет зацветать. Тоже с ней нужно бегать, носиться. Они любят освещение. На подоконнике холодно. Изумрудный берег после переукоренения. Пока ни туда, ни сюда. Ват найди кота. В том году обалденно цвела у меня эта фиалочка. В этом году никак пока еще. Так, здесь тоже покажу вам. ЛФ мармелад. Вот такая шикарная розетка. Но пока без цветения. Последний раз хорошо, красиво она у меня цвела. Два года назад. Вот так вот. Так что и у меня, девочки, не все в порядке. Это моя химера Дженнис Делайт. Вот, будет свисти. Это уже четвертый раз, наверное. Третий или четвертый раз розетка будет свисти. Я ее переукоренять не стала сильно. Не помню даже когда. Ну, где-то с полгода назад. Что-то там частично омолодила ее. И все. Лекира. Вот сорт у меня в коллекции три года. Пока я от него цветения не видела. Что-то вечно в моих условиях его не устраивает этот сорт. В общем-то, в нашем фиалочном деле терпение, вот. Потому что, по сути, фиалки – это релакс. Фиалки в уходе, ну, я бы не сказала, что это прям очень сложные такие растения, да. Вот если создать им идеальные условия, то все будет хорошо. Но чаще всего, все же таки, идеальных условий мы им создать не можем. Поэтому, поэтому вот так вот. За фиалками нужно ухаживать. Пеларгонии, герании в уходе намного проще, чем фиалки. Полил раз в месяц, два раза в месяц, да, максимум. И все хорошо. Подстриг их в зимнее время, в феврале, и нет никаких проблем. Летом вынес на улицу. С фиалками, конечно же, так не поступишь. Вот. Тут нужен постоянно глаз да глаз. И не всегда успеваешь. Иногда вообще не понимаешь, что нужно фиалке. Вроде бы и все для нее делаешь, а она, ну, никак. Так что, в общем-то, конечно, приятно читать лестные комментарии. Вот. Но иногда не хочется, чтобы вы думали, что прям у меня все суперски растет и суперски цветет. А у вас нет. И у меня так же, как и у вас. Вот такое вот видео. Обязательно пишите свои комментарии. Ставьте лайки, кому было интересно. На этом всем всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok